Привет, это проект Хороший Программист, меня зовут Миша и сейчас я покажу вам как на Ubuntu установить и настроить RubyMine, а также подружить все это дело с RVM и с Ruby on Rails. RubyMine это очень крутая среда разработки, заточенная под Ruby Ruby on Rails. Давайте для начала ее скачаем у сайта разработчика на сайте JetBrains. Найдем ее среди списка других сред JetBrains в раздел Download и просто качаем под Linux. RubyMine написан на языке Java и поэтому в старых версиях Ubuntu и в старых версиях RubyMine могли возникнуть из этого проблемы и требовалось сначала установить в Ubuntu Java, а потом RubyMine, чтобы он воспользовался той Java, которая есть у вас в системе. RubyMine вместе с собой уже содержит встроенную Java и такой проблемы на Ubuntu 16 как минимум с 2017 RubyMine не возникает. Если у вас такая проблема вдруг возникнет, мы приложим ссылки например вот на это решение, где описана подробная инструкция как поставить Java и после этого вы можете продолжить установку RubyMine так как я сейчас буду показывать на этом видео. Вот у нас скачался архив, вы можете в домашней директории посмотреть папочку Downloads. Давайте его откроем встроенным архиватором Ubuntu. Он содержит папку RubyMine. Что теперь с ней делать? Я вышел в интернет с таким вопросом. Давайте загуглим запрос инсталл RubyMine Ubuntu. И здесь мне нравится не первая, а вторая ссылка, поскольку она ведет на сайт JetBrains некий официальный гайд. Если вы заметите в Урле это адрес 2016.2, а версия у нас сейчас 2017.1. Я попробую вот так вот хитрый такой маневр. И да, такая страница есть. Здесь все подробно рассказано. На самом деле все сводится к тому, чтобы просто этот архив распаковать и запустить. Давайте этим и займемся. Я хочу распаковать для простоты в свою домашнюю директорию, чтобы долго не мудрить. Распаковка прошла успешно. Давайте посмотрим, где у нас теперь лежит. Вот он, RubyMine. Следующий шаг это запустить из папочки BIN файлик RubyMine.sh. Сделать первый запуск. Это уже конечно удобнее делать из консоли. Перейти в папочку RubyMine и сделать, прям выполнить этот файл, эту команду. У вас на этом этапе может возникнуть такая проблемка, что, вот видите, у нас RubyMine запустился, но у вас может быть проблема с тем, что, давайте я пока это грохну, покажу возможную проблему, с тем, что файл RubyMine.sh неисполняемый, он не хочет запускаться. Для этого вам может понадобиться сделать его исполняемым. Для этого нужно использовать команду chmod plus x, change mode, изменить режим и добавить опцию к файлу атрибут, что он исполняемый. И естественно указать на файл, который вы собираетесь запускать. Я запускаю, находясь в папочке RubyMine, используя точка и дальше путь до этого файла от текущей папки. Еще раз запущу. RubyMine у нас подцепился, я принимаю условия соглашения, evaluate for free. Кстати, ученики наших курсов по Ruby on Rails получают от JetBrains лицензию на полгода для RubyMine. А те, кто хорошо справляется с курсом, доходит до конца, получают еще 11 месяцев лицензии. Звучит неплохо. Evaluate for free. Accept. RubyMine запускается. Брюки превращаются. Вот он наконец запустился. Давайте откроем сразу наш проект Hello, в нашей домашней директории он лежит, все под рукой и дождемся, пока RubyMine его загрузит. У вас при первом запуске RubyMine он может спросить несколько вариантов настроек, как у него внешний вид должен быть, какая цветовая тема, откуда брать настройки и так далее. Вы можете выбирать все по умолчанию, не заморачиваться, а потом уже настраивать под себя, как вам будет угодно. Сейчас он мне открыл, я посмотрю на Toolbar, View Toolbar, чтобы были инструменты для доступа к функциям приложения. Вот он, видите, загудел, он индексирует все файлы, собирает кэши. Пока он это делает, давайте в лаунчере закрепим, LockToLauncher, эту иконку, чтобы нам потом можно было ей пользоваться, не искать его. И вызовем еще одну команду Tools Create Desktop Entry. Окей. Это создаст иконочку вот здесь, когда мы нажимаем на значок Ubuntu и начинаем писать RubyMine, у нас здесь появляется вот эта иконка, так что мы никогда не потеряем, нам не нужно будет каждый раз из командной строки все это запускать. Он спросит добавить свои файлы в Git, конечно, этого делать не нужно. RubyMine определил сразу, что это Rails приложение, и давайте попробуем. Если не определил, смотрите, Edit Configurations, и здесь можете создать новую конфигурацию, выбрать Rails приложение, здесь указать какие-то детали, нажать Apply, и у вас появится нужная конфигурация, и вы можете запускать. Сейчас я этого делать не буду, я просто запущу в Development окружении наш сервер. Он поднялся, и посмотрим, работает ли сайт. Да, сайт заработал, все прекрасно. Последний штрих, давайте это все остановим и запустим в дебаг режиме. Он просит добавить дополнительный гем и берет на себя работу по его установке. Ну что ж, почему бы нам не довериться RubyMine в этом вопросе? Он устанавливает нужный гем. Гем установлен и запускается дебаг режим. Давайте посмотрим. Тот же самый сайт, я перезагружаю, он работает. Значит, мы можем и дебажить наше Rails приложение. Все, я все останавливаю. И все, все замечательно. Один маленький нюанс. Давайте зайдем в настройки, во вкладку Languages и Frameworks с Ruby SDK и Gems. Посмотрите внимательно. RubyMine сам нашел нашу RVM установку в Ubuntu. Сам ее распознал и подключил к этому проекту. Если у вас проблемы с определением RVM, RubyMine может не находить Ruby, не находить RVM, ошибаться в версиях, не находить какие-то гемы. Я вам советую, ну, как минимум перезагрузиться. RubyMine, эта функция работает не всегда надежно. Перезагрузиться, если это не поможет, то хорошим решением будет попробовать с помощью RVM переустановить версию Ruby. Или даже переустановить весь RVM, установить заново, перезагрузиться, перезапустить RubyMine. Ран или поздно он должен у вас это подцепить. Если даже он не цепляет, с помощью плюсика вы можете вручную NewLocal просто указать путь к установленной версии Ruby, которую нужно вам использовать, чтобы он наконец понял, с помощью какого Ruby интерпретатора запускать ваше приложение. Ну и, как я уже говорил, если у вас проблемы с Java, с установкой, для этого есть отдельные инструкции. Мы все ссылочки положим к этому материалу, к этому уроку. Если вы, так же, как и я, работаете с Ubuntu в виртуальной машине, например, в VirtualBox, то я вам настоятельно рекомендую регулярно делать снимки или снапшоты. Это как сейвы в компьютерной игре. И, прежде чем делать что-то важное, какое-то важное изменение, сохранитесь. Вот как здесь я сделал серию снапшотов, пока работал над этим и несколькими другими уроками, посвященными работе с Ubuntu. Перед тем, как записывать новый урок или делать какое-то изменение, устанавливать RubyMine, устанавливать Heroku, устанавливать RubyRVM. Я делал снапшот, затем делал свои изменения. И если все было прекрасно, я делал следующий снапшот, новый сейв. Если у вас были какие-то проблемы, я откатывался на снапшот и исправлял какие-то свои ошибки, и таким образом шаг за шагом двигался дальше. У меня всегда есть сейвы в моей игре. Я тоже вам советую их делать. Если у вас после всего того, что вы увидели, вы внимательно повторили, изучили ссылки, которые мы прикладываем в материале к урокам, и у вас все равно какие-то серьезные проблемы, а вам позарез нужен Ubuntu, нужен образ, чтобы работать, то мы нашу виртуальную машину, с которой я работал, и в этом, и в других уроках, посвященных Ubuntu, сохранили как отдельный образ. Вы можете его скачать и себе в VirtualBox соимпортить, импортировать, развернуть и работать уже с готовой Ubuntu, в которой стоит RubyMine, Ruby, Heroku, Git и все, что нужно для работы разработчика, особенно Ruby on Rails разработчика. Сделать это очень просто. Когда вы скачаете наш архив, вы в VirtualBox идете в файл, импорт конфигураций, выбираете просто тот файл, который вы скачали. Он будет иметь расширение, например, OVA, вы открываете его, я импорт делать сейчас не буду, он занимает длительное время, потому что файл весит несколько гигабайт, и как только импорт будет закончен, у вас здесь появится новая готовая виртуальная машина. Просто запускайте и работайте. Максимум вам нужно будет настроить самим расшаренные папки, потому что я же не могу угадать, какой у вас путь к вашим расшаренным папкам. С этим придется повозиться, про это у нас есть отдельный урок. Что ж, на этом все. С вами был Хороший Программист, меня зовут Миша. Поставьте лайк этому видео, мы будем вам очень признательны. Ждем вас на нашем YouTube-канале, в наших уроках, в наших мастер-классах, конечно, на наших курсах. Нам очень приятно для вас работать. И я желаю вам удачи, удачи в настройке, в работе с Убунтой, в покорении ваших новых карьерных профессиональных вершин. Не прощаемся. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон.